Цель форума – личностный и профессиональный рост. Идея в том, чтобы развивать людей на территориях, ведь именно они делают жизнь в своем регионе и стране лучше. На форуме было создано образовательное пространство, которое поможет многим стать увереннее и профессиональнее. Это своего рода стартовая площадка для тех, кто не боится идти навстречу своей мечте. Во время «Островов» его участники разработали более ста социально значимых проектов. Часть из них была представлена в рамках грантового конкурса «Росмолодежи», а другие идеи могут поддержать на местном уровне. Грантовый конкурс проходил по пяти номинациям, создавая возможности, открывая страну, помним и вместе вклад в будущее. Эксперты организации «Росмолодежь Гранты» выслушали десятки идей, с которых выбрали лучшие. Предприниматель из Обнинска «Мама троих детей» Вера Тамбакова представила жюри свой социально значимый проект «Учебный центр «Шитье». Данный проект направлен на решение кадрового дефицита. В учебном центре «Шитье» будут обучать кройки шитью всех желающих от 18 до 55 лет с дальнейшим трудоустройством. В ходе обучения ученики будут шить одежду для детей, оставшихся без попечительства родителей. Изделия будут подарены в калужские детские дома. Также обучение подходит для инвалидов, так как супруг Веры – инженер, и он сможет адаптировать оборудование под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты по достоинству оценили проект и предоставили грант в размере 600 тысяч рублей для воплощения идеи. В своей работе Вера Тамбакова столкнулась с нехваткой кадров в своем швейном производстве и решила научить желающих этой профессии. Очень востребованы, тем более сейчас, так как ушли многие бренды, и в основном все стали занимать нишу маркетплейсов, но вот оттуда и идет, что они стали очень востребованы, а швей нет, отцов совсем нет. На своем опыте я сама обучала для того, чтобы у меня были сотрудники. В грантовом конкурсе была достаточно жесткая конкуренция. В сжатые сроки за 10 часов в рамках форума «Острова» Вере Тамбаковой и ее команде удалось создать сайт для реализации проекта, связанного с туризмом, а также заявить о себе и в основном направлении учебные курсы по шитью. При том, что от Калужской области было подано достаточно много заявок, удача в этот раз улыбнулась именно жительница Обнинска. В рамках этого форума было вообще изначально в Калужской области 52 заявки, насколько мне известно. Я единственное прошла, и там был жесточайший отбор. Это первое, второе, третий тур, полуфинал, и получается финал я уже прошла. Поэтому, наверное, такой еще конкурс. А на самую грантовую более 100 было заявок, 77 уже подали непосредственно. Из них 50 сократили из-за технических требований. Ну, в случае, если какая-то ссылка не открывается, то, соответственно, ты уже не проходишь. И допущено было 27 всего человек. В ходе уже работы над проектом, защиты над проектом сократились еще люди. Ну и, соответственно, 11 только выиграли. Во время участия в форуме Веру поддерживала вся ее семья. Ей желали удачи и не сомневались в том, что она победит. Героиня сюжета говорит, что это важно, когда в тебя верят. Ты становишься сильнее. Так что надо пробовать, дерзать, идти вперед и верить в свои силы и возможности. И тогда все, что задумано, получится.